28 февраля истекает срок бесплатной приватизации жилых помещений Государственного и Муниципального Жилого Фонда. Речи о продлении сроков бесплатного оформления права собственности на жилье пока не ведется. С сегодняшнего дня оформление и выдача загранпаспортов, а также выдача и замена паспортов гражданина России будут производиться в том числе в многофункциональных центрах. МФЦ теперь смогут выдавать и водительские удостоверения на право управления транспортными средствами. С 1 февраля в налоговых органах будет регистрироваться только контрольно-кассовая техника, которая обеспечивает передачу проводимых операций в электронной форме. А с 28 числа должна будет применяться новая форма налоговой декларации по транспортному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С февраля проиндексирована страховая часть пенсии. Рост выплат составит 5,4%, что соответствует индексу роста стоимости товаров и услуг для потребителей. Индексация пенсии в феврале 2017 года коснется граждан, достигших пенсионного возраста, имеющих инвалидность и несовершеннолетних детей по потере кормильца. Следующая индексация социальных пенсий запланирована на апрель этого года. Социальные выплаты также будут увеличены на реальный уровень инфляции. Увеличится и размер военных пенсий. Они рассчитываются по отдельной методике и учитывают размер денежного довольствия, наличие званий и продолжительность службы. Здесь индексирование составит 4%.